Какие-то проблемы с ногами? Расскажи, что случилось? Александр, спасибо за победу. Я вижу, что у вас есть проблемы с ногами. Пожалуйста, объясните, что случилось? Но, в целом, ничего страшного, все пройдет скоро очень. В перерывах между раундами тебя каждый раз причесывали. Это была какая-то интересная заготовка в стиле шуток, аншлаг. Внутри раундах ты продолжал снять твои волосы. Это какая-то смешная шутка, какая-то скетч-комедия? Смотри, я просто немножко отрастил волосы перед этим боем. Обычно я прикороче стригусь. И из-за того, что попадают мне в глаза, мне пришлось взять с собой в угол тренера по стилю. И в этот раз тренер по стилю отработал все свои, скажем так, деньги, которые я ему заплатил за то, что он сюда прилетел со мной. И моя прическа была все время в норме, соответственно, не мешала обзору, и я ничего не пропустил. Видите, я снял мою волосы немного длиннее, чем я обычно в бою. Обычно она гораздо длиннее. И поэтому, из-за этого длинного волосы, я был заставлен к мне на команде специальный стилист, скажем так, стильного тренера. И поэтому он решил, чтобы работать трудно за его деньги. И я думаю, что он сделал очень хорошую работу. Потому что ничего не открывало мои глаза, и я могла работать без проблем. По окончанию боя, когда ты хотел пожать руку Сергею, он тебя оттолкнул. Будет ли в будущем мир между вами? Постараешься ли ты помириться, пойти навстречу? И, возможно, еще в будущем, чтобы вы снова спарринговали и помогали друг другу готовиться? Обычно я так не отвечаю на вопросы. Но в этот раз задан встречный вопрос. А ты сам как думаешь? Судя по всему, это риторический вопрос, но, видимо, нет. По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень бы хотелось разобраться в том, почему именно он на меня обиделся. Возможно, он что-то недопонял. Но если он что-то недопонял, это, наверное, его проблемы, а не мои. Саша, вот в русскоязычном мире многим, естественно, не понравилась эта ситуация, при том, что это произошло все так публично и все остальное. Вот если отбросить сарказм, не считаешь ли ты, что, действительно, самым правильным шагом было бы как-то сесть вам с Сергеем за стол и поговорить об этом? Или ты считаешь, что это должен инициировать Сергей? Многие русскоязычники действительно не нравились эту ситуацию. Если мы выкручиваем сарказм, вы думаете, что есть возможность, что можно сидеть и как-то хасить это? Или вы думаете, что Сергей должен быть инициировать эту часть? Что меня удивило, действительно, после боя, я первый раз в жизни, наверное, слышал, как Сергей ругается матом, послав меня... Ну, по-моему, куда-то послал. Ну, то есть, там точно, я не слышал до этого. То есть, если я себе позволяю в качестве шутки или красивого слова Саша добавить, от него такого я никогда не слышал. Поэтому здесь, ну, с моей стороны, никаких проблем нет. Мне садиться с ним не нужно. Ну, видимо, у него какие-то сложности со мной. Я, как бы, ситуацию отпустил и живу дальше. А его обусудят люди, которые на него смотрят. Вы знаете, по-моему, это первый раз, действительно, когда я слышал Сергея ругаться. Потому что он мне сказал... Ну, я не повторяю, что он сказал. Но, в основном, я иногда позволяю себя ругаться. Но это был первый раз, когда я его слышал, как-то молитвенно использовать ругаться в моем направлении. Так что, я имею в виду, если у него есть проблемы, то я думаю, что это на его стороне. Потому что я оставил ситуацию идти. И если у него есть проблемы, то он должен быть инициировать решение. Александр, тем не менее, вы живете с Сергеем в одном отеле. Там есть вероятность того, что вы можете просто случайно пересечься. В том же лифте, например. Что будет, если представление у вас в голове? Ну, если он на меня нападет, то я вызову полицию. Александр, как мы все поняли, причиной всего этого недопонимания стало то, что вы приняли бой. Кто из вас первым принял бой? Я думаю, что причина, почему у него есть безумие, потому что он считает, что вы первым приняли бой. Так что мы можем понять, кто был первым принял бой? Ну, попробуй объяснить эту ситуацию, как я ее вижу. Без сарказма, короткого не получится. Ну, ты можешь... Паузы сделай какие-нибудь посредине. Ну, вот сейчас можешь уже перевести. Хорошо, я попробую объяснить это без сарказма, как это было. Когда объявили бой, я о нем узнал от моего американского тренера, от Рони. Он позвонил мне, он сидел в этот момент с Али. С менеджером Сергеем Павловичем, они друзья. Когда борьба была объявлена, я узнал о борьбе от моего американского тренера, Рони, который сидел рядом с Али Абдулазизом. И они говорили о борьбе. Мы это узнали все. И Рони, и Али, и я узнали это из анонса Дана Уайта. Но все три из нас, Рони, Али, и я, мы все узнали о борьбе от анонсов, который сделан Дана Уайта. Но дело в том, что, когда мой тренер наутро связался с командой Сергея, ну, у нас-то был вечер в этот момент, у них было утро. Оказывается, что, по их словам, Сергея гипотетически этот бой уже предлагали еще до анонса. И Сергей сказал, что если Волков согласится, то я тоже заднюю не дам. И ЮФС пришли ко мне уже со словами, ну, Сергей согласился, если ты будешь. Потом, конечно, ко мне подходил Али, пытался просить меня отменить бой. Но дело в том, что с их стороны уже было внегласное согласие о том, что они будут драться при моем согласии. Я не считаю это отказом. То есть, Сергей должен разобраться со своей командой, чтобы не было таких недоразумений. Или написать мне напрямую. И еще один момент. Это Сергей приезжал к нам на тренировки. Это мы помогали ему. Ну, понятно, что мы не готовили его полностью, но помогали его со спаррингами. Я к нему относился как к товарищу, которому желал добраться до пояса. И всегда советовал ему, ну, от души, ну, все секреты, которые у меня были для того, чтобы он готовился. Последний бой, к которому он готовился с нами, был бой с Льюисом. Я после своего боя прилетел и максимально копировал его. Поэтому, наверное, все-таки с его стороны стоило быть немножко к нам поблагодарнее и пытаться избежать этого боя, нежели поставить меня в такую ситуацию, когда я не смог отказаться. И я думаю, что, может быть, это будет ему, чтобы понять, что с этой командой произошло. Но, в самом деле, я действительно хочу обратиться на что-то важное. И это их, это его, его, которые пришли на нашу команду. И мы были те, кто-то что-то занимает его. Мы были те, кто-то помогает его. Мы были те, кто-то занимаетесь с ним. И до этого до этого, мы еще были тренажированы с ним и помогли ему. Я иду там, после моего львови, и я копировал Льюис, как я хотел, имитательно его. И так далее, чтобы он был бы готов. Мы поделали ему все-таки все-таки секреты. Поэтому я думаю, что он, технически, должен быть более респектурен и более благодарен нашей команде за всю помощь, которую мы привели. Спасибо за поздравление. Мне бы хотелось поздравиться за поезд, конечно же. Но, ко всему прочему, наверное, являясь работником USC, в какой-то степени, наверное, придется полагаться на их мнение, а не на свои желания. Внегласно договоренность такая была. Кто это будет и когда, пока я не знаю.